Ученики первого лицея показывают превосходные результаты не только в учебе, но и на сцене. Молодые актеры театральной студии «Вьюга» вновь покорили зрителей отличной игрой и яркими образами. В этот раз они вместе с руководителем Натальей Спириковой поставили новый спектакль по рассказу Надежды Тефи «Жизнь и воротник». Новый наш спектакль называется «Эх, жизнь». Это фраза из рассказа Надежды Тефи «Жизнь и воротник». Вообще это была моя мечта поставить Тефи. Этот спектакль у нас состоит из четырех частей. Постепенно они добавлялись, добавлялись. Первый – это «Жизнь и воротник», потом «Экзамен», «Свои и чужие». И вот итог, чтобы все дети приняли участие – это «Блины», потому что каждый должен себя попробовать на сцене. По словам Натальи Петровны, уже с первых репетиций дети работают над новой постановкой с особым удовольствием. Ну, я играю такого героя, шустрого, наверное, который попадает в чудо-жизнь и меняет ее. То есть, казалось бы, это вещь, но мы эту вещь одушевили и превратили в отдельного героя, который очень сильно повлиял на жизнь одной героини. А в том году я играла аристократку Зощенко. Ну, там моя роль, наверное, была более спокойнее и утонченнее. Какая роль тебе ближе и почему? Наверное, роль воротника, потому что она интереснее и ощущается то, как ты можешь влиять на жизнь других людей. Ну, иногда же такое бывает. Нравится то, что у меня очень шустрый герой, я могу буквально закрутить свою героиню куда-то, направить не на совсем верный путь, но мне это очень нравится. То есть, можно пошалить, так чуть-чуть подпортить кому-то репутацию. Но все это остается только в спектакле и в театре. Актерство – это моя мечта с детства, и поэтому я решил пойти к Наталье Петровне, записаться. Мы с ней все обговорили. Плюс ей очень понравилось, как я выступил на посвящении, и она меня с радостью приняла. Ребята очень дружелюбные. Я резко влилась в компанию. Добрые, щедрые, очень дружелюбные. Действительно. Как наши поездки, как мы ездим. Бывают поездки, когда мы, как на дискотеке, танцуем, зажигаем. А бывают такие душевные, тёплые поездки, где обсуждаем моменты, наши отношения в обществе, в семье. В юго – это действительно очень тепло. Ребята начали работать над спектаклем «Эх, жизнь» в сентябре прошлого года. И буквально через месяц, выступая лишь с небольшим фрагментом постановки, заняли второе место по республике на конкурсе «Орликинофест», после чего с успехом отыграли премьерный показ. 19 марта у нас была премьера, великолепная, полный зал, цветы, овации. Потом на следующий день мы выступали в городе, первое место заняли. Максимальное количество баллов набрали. И на следующий день мы поехали в Уфу. Но мы там выступали тоже вне конкурса для руководителей школьных театров, как мастер-класса. А потом у нас уже еще отдельно, еще раз пригласили, 16 апреля. Мы выступали уже недавно совсем, тоже для руководителей, на другой сцене. Но кто не смотрит этот спектакль, полный, все говорят, вообще дети за год очень выросли. То есть они почти как профессионалы. Впереди у руководителя театра «Вьюга» большие планы и новые идеи для постановок. Только вот состав труппы совсем скоро изменится. Большинство ребят без пяти минут выпускники. Будем надеяться, что на смену ярким артистам придут не менее креативные и творческие ученики, которые смогут покорить зрителей своей актерской игрой и непревзойденным талантом. Ксения Белалова, Юрий Соболев, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова